Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Вчера 19 февраля в правительственном квартале Киева произошли ожесточенные столкновения между участниками антиправительственной акции протеста и силами МВД. Вечером того же дня силовики начали зачистку площади независимости, на которой собралось около 20 тысяч участников Евромайдана. Столкновения продолжались до утра 19 февраля. По данным Минздрава, на этот период за медицинской помощи обратился 351 пострадавший. Госпитализирован 241 участник акции протеста, зафиксировано 25 фактов смерти. Со слов медиков Майдана пострадали более тысячи человек. По данным Института массовой информации, в Киеве во вторник, в ночь на среду получили повреждения различной степени тяжести более 30 журналистов. Один из них погиб. Сегодня с гостями нашей студии и вами, уважаемые телезрители, мы продолжаем обсуждать главную политическую тему страны. У нас в гостях член Полицовета Одесской городской организации политической партии «Удар» Виталия Кличко, руководитель молодежного крыла политической партии «Удар» Виталия Кличко в Одесской области Виталий Свичинский и депутат Одесского областного совета Сергей Веселов. Добрый вечер, уважаемые гости. Перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Согласны ли вы с тем, что вчерашняя попытка зачистки Майдана – это борьба с терроризмом? Как обычно, три варианта ответа. Если вы считаете «да», но недостаточно решительное, звоните в этом случае по телефону номер 728-01-70. Если же ваш ответ «по террористам траур не объявляют», в таком случае звоните по телефону номер 728-01-71. Если же ваш ответ «нет», это пример государственного террора, в таком случае звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас будут вопросы непосредственно к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Итак, вопрос у меня общий. Скажите, как лично вы относитесь к тому, что вчера власть впервые применила по отношению к участникам митинга на Киевском Евромайдане определение «террористы». Расскажите, каково вообще это оказаться в шкуре террориста или, по меньшей мере, пособника террористов, которые в соответствии с международным правом несут такую же ответственность, как и террористы? Ну, я, пожалуй, начну. Ну, что хотелось сказать, что да, безусловно, ветер поменялся. И, безусловно, сегодня накал страстей, который возник в Киеве и во всей Украине, он вылился в массовое противостояние, они были и на Грушевского, и сейчас опять новая эскалация конфликта. Мне хотелось бы сказать, что власть спекулирует понятием террорист, которая, вы знаете, что очень болезненно воспринимается во всем мире, и поэтому власть, пытаясь навесить такой ярлык оппозиции, вновь пытается, оппозиции и Евромайдану, вновь пытается дискредитировать таким образом мирные протесты и мирное движение населения. Что хотелось бы еще сказать, что вчера президент сказал о том, что 21 число будет объявлено днем траура. И вот у меня тогда резонный вопрос, а траур по ком? По убитым террористам? Тогда власть сама себе противоречит, потому что в его обращении не говорилось, что мы будем скорбить только по убитым правоохранителям. Что же хотелось бы более сакцентировать внимание, что именно власть ведет себя сегодня как террористы, нападая на мирные акции. Потому что мы знаем, что из практики по всему миру именно террористы нападают именно на мирные акции, на мирных людей, на журналистов, на представителей, на медиков, на правоохранителей. Вчера тетушки в Киеве напали на 30 автомобилей скорой помощи, которые ехали для того, чтобы оказать медицинскую помощь в том числе и правоохранителям и митингующим, и не смогли доехать, так как они были разбиты. Это выходит так, что власть посредством своих подобных отрядов просто не дала возможность людям оказать медицинскую помощь, в результате чего люди умерли. Не являются ли эти действия террористическими? На мой взгляд, это так. И еще, что важно хотелось бы сказать, что власть именно с помощью силы и запугиваний пытается сегодня людей отвлечь или запугать, так сказать, чтобы они не выступали против собственного бедственного положения. И вот это является серьезной причиной к тому, чтобы задуматься мировому сообществу и сделать свою реакцию. Потому что мы идем к тому, что у нас в стране формируется диктатура и только с помощью запугиваний и силы пытаются людей переубедить и другое мнение им навязать. Ну, что касается траура, абсолютно верно было подмечено. Дело в том, что в связи с этим мы и один из вариантов интерактивного голосования, ответов на наш вопрос, предлагаем, что по террористам траур не объявляют. Потому что террорист это синоним преступника. Это люди, которые, как правило, действуют не в правовом поле и, конечно же, против обыкновенных мирных граждан. Сергей, по этому поводу у вас есть мнение? Да. Я, честно говоря, постоянно ловлю себя на мысли о том, что мы каком-то живем в мире перевернутых зеркал. И что, казалось бы, обычные вещи, которые происходят в стране, трактуются таким образом, что просто даешь диву. Даешься диву. Значит, вот это мирное собрание людей на Киевском Майдане объявлено террористами. Но больше всего вызывает удивление, что террористами назвали еще вот одесситов, которые выходят к Дюку на мирные акции протеста. Сегодня я прочитал в интернете о том, что в Украине введена антитеррористическая угроза. То есть, получается, что и к ней привлекаются СБУ, МВД, вооруженные силы, внутренние войска и органы государственной власти. Это областные государства, районные государства, администрации. То есть, фактически власть борется с собственным народом. То есть, они объявили собственный народ террористами и сказали, что весь народ это террористы, и начали с ними бороться, привлекая при этом все абсолютно органы, в том числе и армию. Это вообще, честно говоря, для меня это не укладывается. Поэтому я считаю, что эта власть, которая довела страну вместо мирного регулирования вопроса к вооруженному противостоянию, к убийству людей и так далее, она просто дискредитировала себя и должна уйти. И это главное требование людей, которые вышли на улицы, которые вышли в Киеве, которые вышли в Одессе, во всех городах, вышли с протестами. Основным требованием это отставка президента, прежде всего, переизбрание Верховной Рады, полностью перезагрузка власти. Поэтому я еще раз хочу, пора выходить из-за зеркали, где все переворачивается с ног на голову и совершенно подменяется понятие, которое существует в нормальном демократическом обществе. Что касается ярлыков, вот если верить нашим высшим милицейским чиновникам и парламентариям регионалам, то евромайдановцы это не обычные террористы, а какие-то уникальные, неизвестные до сих пор мировой практики борьбы с террористом. Почему? Поясню. Потому что они одинаково охотно стреляют, как в тех, кто им противостоит. То есть имеется в виду представителей внутренних войск, Беркут, милиция и так далее и тому подобное. Так и сами в себя. То есть другими словами украинские силовики никого не убивают. Это оказываются какие-то радикалы, хладнокровно лишают жизни и людей в милицейской форме, и тех, с кем они сами делили кусок хлеба и одну палатку в 20-ти градусный мороз. Как вот? Вот ну, а что им еще говорить? Ну вот, вы понимаете, в чем ситуация? Что наша власть будет повторять это как мантру до самого трибунала. Или это будет гаагский, или это будет трибунал украинский. Но это только усугубляет то положение, в котором находится сегодня власть. Я хочу сказать, что я как человек, который был на Майдане и знает это, что та атмосфера братства и взаимопонимания, которая складывается между людьми на Майдане, где, как правильно вы заметили, Александр, они делят одну палатку и один кусок хлеба. Поэтому я считаю, что это серьезная школа, школа именно патриотизма, школа дружбы, взаимопонимания. Это то, что раньше, когда-то еще в советское время давала армия, а сегодня это дает Майдан, и это уникально в своем роде. Поэтому хотелось бы сказать, что те люди, которые стоят на Майдане, они как раз там и научились любить свою страну, любить свой замученный и, можно так сказать, изнищалый сегодня народ, и они научились там по-настоящему молиться. Потому что молиться коллективно на Майдане, и когда вам в глаза смотрит смерть, это совершенно другое ощущение, нежели молиться в храме и где-нибудь. Я считаю, что эта информация, это вновь дезинформация, в которой власть хочет очистить себя от той крови, где они находятся по локоть, но я убежден, что у них этого не получится. Вот они как раз поступают собственными правоохранительными органами жестоко. Когда в 40-градусный мороз в памперсах военных выводят на улицу, где они стоят и не знают, что защищать. Где провокаторы стреляют в своих же правоохранителей для того, чтобы потом запустить подобный сценарий. Я еще раз хочу сакцентировать внимание, что никто не уйдет от ответственности. Сергей, а вы как считаете, террористы могут, так сказать, уничтожать и противников, и сторонников своих? Значит, тут было много сказано, Виталик очень правильно сказал, я бы хотел сказать об этих вот инопланетянах, террористах в применительных сегодняшней ситуации. Когда сегодня вот эти инопланетяне, террористы, приехали в автобусах, рейсовых автобусах в сопровождении гаишной машины с мигалкой, приехали на территорию областной государственной администрации на парковку, построились там в шеренге. И причем я как человек военный просто оценил построение, оно было идеальным, безупречным, в колонну по одному, то есть было 10 колонн, по 3 человека в колонне, идеальное построение. После этого милиция сопроводила их к нашим людям, одесситам, которые вышли на пикет к зданию областной государственной администрации. Они позволили им избить людей палками, в том числе и пожилых женщин, в том числе и журналистов избить. Это была первая задача вот этих вот инопланетян, террористов, избить журналистов, разбить камеры, нанести увечья и так далее. После этого эти инопланетяне спокойно удалились, не были задержаны ни милиции, ничего, спокойно сели в автобусы и в сопровождении той же гаишной машины уехали в санаторий России. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. То есть, это есть продолжение моей мысли о том, что власть борется с собственным народом, и используя при этом вот таких вот непонятных субъектов, которые надо разбираться в простонародье, именуемых тетушками. У нас есть звонок от наших телезрителей. Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, мы его слушаем в их прямом эфире. Добрый вечер. Вот я смотрел сначала ваши новости. Там был сюжет про то, как люди блокировали Беркут и проезжающих тетушек на Киев, на улице Разумовского. Этими тетушками командовал этот придурок Антон Давиченко, который вот все эти сумасшедшие силы в Одессе, которые он ими управляет. И он сегодня заявил, что он дает сутки Майдану, чтобы он, грубо говоря, рассосался, растворился. Иначе они перейдут к каким-то ответным действиям. И сегодня я иду на Евромайдан и вижу, как он довольный, выбегая с каким-то пакетиком из Горсовета. Скажите, вот может быть как-то это связано, что городская власть потакает вот существование тетушек в нашем городе. Спасибо. Вопрос понятен, да. Спасибо за вопрос. Не знаю, кто готов прокомментировать и ответить. Вопрос, конечно, предполагает и ответ. Безусловно, такие и военные формирования, любые формирования должны быть соответствующие, оплачиваемые. И поэтому сегодня мы точно знаем, что власть имеет к этому отношение. И поэтому неудивительно, что Антон Давидченко выбегает из Городского Совета. Еще один важный момент состоит в том, чтобы правоохранители обратили внимание на то, какие заявления делает Антон Давидченко в городе Одессе, где нет никаких столкновений, нет противостояний, есть мирный Майдан, который каждый день собирается у Дюка и не провоцируя никого, не нарушая общественный порядок, высказывает свое мнение. Против кого он собрался воевать и применять жестокие меры? Против одесситов? Против его же соседей? Против мам с детьми, которые пришли послушать и высказать собственное мнение относительно того, как бы она хотела видеть жизнь в нашем городе и в нашей стране? Я считаю, что вот эти отряды самообороны, которые сделал Антон, они не имеют под собой никакого основания, так как на Евромайдане в Одессе стоят только исключительно одесситы. И тех бандеровцев, которых они называют, которых они ждут и которые где-то расселены, их здесь не существовало. Это миф, который они придумали для того, чтобы вновь взбудоражить население и сформировать какие-то протестные настроения. Но я могу точно сказать, что как бы ни старался Антон дестабилизировать ситуацию в Одессе, ситуация на Евромайдане Одесской будет мирной, и мы будем ее таковой сохранять до последнего. Я бы еще хотел обратить внимание зрителей наших о том, что сегодня, когда наши люди пришли к зданию областной администрации, там собралось порядка 15 человек этого молодежного братства, молодежного единства в куртках, все в одинаковых экипировке, сзади написано «молодежное единство». Они начали уже вступать в провокации с нашими сторонниками, но как только появились вот эти вот инопланетяне-тетушки, они сразу ретировались и удалились. Поэтому, я так понимаю, что это звенья одной цепи. Это опять-таки можно связать то, что власть борется со своими людьми. Вот наша власть борется с одесситами, которые приходят, чтобы высказать свой протест по тому или иному вопросу. Это мирный протест. Для чего нужно их разгонять палками, дубинами, с кровью и так далее, вот это мне абсолютно непонятно. При этом называется, что город Одесса самый толерантный город в Украине, и делается все, чтобы этого не случилось. Вот я еще раз обращаюсь к нашей власти, к председателю Одесской областной государственной администрации Скорику Николаю Леонидовичу. Остановите, пока не поздно, вот это противостояние. Мы подписали совместное заявление. Мы гарантировали одесситам спокойную, нормальную, толерантную жизнь, спокойное выражение своих взглядов, мирное собрание в соответствии с Конституцией, за что я, собственно говоря, получил очень большое количество нарисаний за подписание этого договора. Но, тем не менее, наш председатель взял на себя ответственность, что вот этих проявлений не будет. И они сейчас начинают расти махромным вот этим вот пламенем, вот этим развиваться. Но это нельзя, надо срочно гасить. Такого развития событий в Одессе никогда не было, не должно повторяться. Вообще такого не должно быть. Надо срочно остановить это противостояние. Это натравливание силовых структур на жителей города Одессы. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер. Я задаю вопрос, смотрите. Да, добрый вечер. У меня такой вопрос. Он связан с событиями, которые произошли сегодня в нашем городе. Если у нас есть на сегодняшний день прокурор области, если на сегодняшний день у нас губернатор, если начальник милиции, резников, который получает заработную плату, в связи с тем, что произошло сегодня, я человек, не имеющий отношения никакого к политике, избиение журналистов, избиение людей. Понимаете, у нас в доме сегодня, я смотрю, женщины плачут. Я вижу на улице людей, которые возбуждены до глубины души. И у меня одно лишь предложение. Если эти вышеозначенные должности присутствуют, значит, они обязаны нападать немедленно в отставки. Вы как председатель оппозиции в области, я так понимаю, извините, имя отчества ваше не знаю. Вы настолько лидерально сейчас ответили, или точнее объяснили свою позицию, что мы договорились с Кориком. С кем вы договорились? С этой властью, которая себе позволяет в белый день привести массу бандитов, избить людей, показать это всем, избить журналистов, у которых профессионально нигде, я не знаю, африканской такой страны, чтобы так избивали. Это преступники, самые настоящие. Если есть прокурор, если есть начальник милиции, и если есть городской голова, я не знаю, какая еще власть они должны подать немедленно в отставки. Понятно, да, ваше мнение понятно. Я скажу, что все эти вышеназванные вами люди есть, конечно же. Кроме городского голова. Кроме городского голова. Я единственное могу сказать нашему уважаемому телезрителю, что я исходил только лишь из одной особенности или причины, для чего я это сделал. Для того, чтобы максимально обеспечить нашим гражданам возможность мирных собраний. Это была моя главная задача. И мы до настоящего момента это обеспечивали. Что произошло, я, честно говоря, не могу даже себе представить в страшном сне. Поэтому я и считаю, что если так оно произошло, значит, это была моей ошибкой. Значит, я слишком много поверил вот этим людям, которые обеспечивали, или обещали нам обеспечить этот покой и мирное собрание в Одессе. Значит, получается, я ошибся в своих предположениях. Но считаю, что есть еще возможность остановить это кровопролитие в нашей Одессе. Буду делать все возможное, чтобы этого добиться. Что касается наших прокуроров и руководителей милиции и нашей власти, то считаю, что наша с вами задача и наша с вами обязанность не допустить больше таких людей к власти. Нельзя голосовать за партию регионов. Вы видите, что они делают со страной. Вы видите, что они делают с нашими людьми. Поэтому я говорю, что вот это должно стать уроком всем одесситам, всем нашим избирателям, что это за власть, какую власть они избрали, и чтобы они больше не ошиблись в своем выборе. Хорошо, вы знаете, я хотел бы поговорить несколько о другом. Вот скажите мне, пожалуйста, как вы отреагировали на прозвучавшее сегодня утром обращение президента? Вернуло ли оно надежду или наоборот лишило последней? Что бы я хотел сказать? Я, безусловно, заставил себя посмотреть это обращение. И, во-первых, и самое главное, оно было совсем не своевременным, и оно запоздало на целую вечность. И второе, это то, что оно было совершенно блеклым и непонятным. Потому что в любой другой нормально развитой цивилизованной стране президент выступает до эскалации конфликта, прогнозирует это, говорит, обращается к населению, обращается к оппозиции, обращается к протестующим, пытается урегулировать максимально ту ситуацию, которая возникла. Что же произошло у нас? У нас к населению в день эскалации конфликта обратилось СБУ и МВД с ультиматумом до 18.00 освободить Майдан и дороги, и все государственные здания. Что это вызвало? Это вызвало, безусловно, волну негатива. Оно больше разожгло тот конфликт, который имел место уже. Президент же выступил на следующий день, когда это выступление уже, ну, по факту оно уже не имело смысла. Мы уже получили 25 смертей. Конфликты продолжились. Да, была совершена попытка оппозиции поговорить в день конфликта, это вчера было, с президентом, но президент сказал, что нет, пусть продолжается, и вот кто победит, ну, собственно, я думаю, что это именно так звучало, тот и будет, тогда и будем разговаривать. Это ужасно, это, ну, это говорит о том, что президент является диктатором в нашей стране, и он максимально жестокий сценарий применяет сегодня к населению для того, чтобы подавить протестное настроение. Я считаю, что это, во-первых, это неприменимо в нашей стране, а во-вторых, ну, это не сгладит тот конфликт и не вернет его в конструктивное русло. То есть никакой надежды, я так понимаю, это выступление и обращение в вас не вселило. А в вас, Сергей? Что касается моего отношения к происходящему, я уже сказал, что я до сих пор, вот, я ловлю себя на мысли, что все происходит как будто бы в театре абсурда. Я думаю, что главным дирижером этого театра является наш президент, и что вся ситуация, которая доводится до абсурда у нас в стране, и она просто-напросто является продуктом какой-то больной или воображения нашего руководителя, или как его назвали, гетьмана нашего. Так вот этот гетьман у нас не состоялся. Три года, за три года он не выполнил ни одного обещания, которое он давал народу Украины, когда шел к власти, первое. Второе. Он постоянно заводит ситуацию в тупик. Третье. Ситуацию, связанную с тем, что сейчас есть, он мог бы решить ровным счетом буквально в считанные минуты. Он этого не сделал. Почему это происходит, с моей точки зрения? Что человек принимает решение сам, исходя из своих коммерческих интересов, исходя из своих интересов своей семьи, исходя из олигархов, не думая совершенно про народ. А потом, когда он видит, что он принял ошибочное решение, он пытается всю ответственность за это переложить на депутата Верховной Рады, на депутата местного уровня, на правительство, на всех, только-только снять с себя ответственность. И мы видим сейчас этих бедных депутатов партии регионов, которые бегают, как зайцы, и не знают, куда им деваться, и куда им глаза прятать от людей. Мы видим сегодня очень честный и красивый поступок Гончаренко Алексея Алексеевича, который сказал, что он выходит из партии регионов после того, что произошло у нас сегодня под зданием областной администрации, что он слагает себя полномочия первого заместителя председателя Одесского областного совета, потому что он не хочет нести ответственность, которую возложил на этот президент. Поэтому я говорю, что верить этому человеку просто нельзя. Надо его просто убирать с нашей политической карьеры, вообще забыть его, как страшный солнце, его 140 гектарами земли в этом межгорье, дачи, которые везде у него понастроены, вертолетные площадки и так далее. Народ не может тащить такой груз или бремя расходов на администрацию президента лично на него. Поэтому первое требование наших людей, которые вышли на Майдан, требование всех Майданов, первая отставка президента. До того, как мы не сметем этого человека, мы не можем жить счастливо в этой стране. И еще одно я хочу сказать. Человек, который борется против женщины, я хочу сказать, прекрасный, великолепный руководитель и матери Юлии Владимира Тимошенко, я думаю, что такие мужики, которые борются против женщин, всегда проигрывают. Я думаю, что и он проиграет в ближайшее время. Вы знаете, вчерашние события в Киеве, наверное, шокировали весь мир. И почти во всех зарубежных откликах на эти события присутствует осуждение насилия, причем с обоих сторон. И по-другому, согласитесь, быть не может и не должно. Но я обратил внимание на то, что в оценках и госсекретаря США, и Ангелы Меркель, нет вот этой уровни ловки. Они возложили на власть гораздо большую ответственность за вспышку насилия и жертвы, чем на представителей оппозиции, участников протестов. Вам так не показалось? Нет, безусловно. Что хотел сказать, что власть, безусловно, должна нести большую ответственность, нежели протестующая. И этому есть причины. Это неравность возможностей, изначальных возможностей. Что есть у власти? У власти есть бюджет. У власти есть все силовые структуры. Это МВД, СБУ. У власти на сегодняшний день в нашей стране есть прокуратура и суды. У власти есть все необходимые кнопочки для того, чтобы отключить свет, газ, не знаю, все остальные коммунальные ресурсы. Что же есть сегодня у наших митингующих? Это их собственные сбережения, это их здоровье и, собственно говоря, их жизнь. Невозможно сегодня сравнивать милиционера и обычного протестующего. Невозможно сравнивать полковника милиции и протестующего. Невозможно Захарченко, министра МВД и протестующего, и президента, и протестующего сравнить также нельзя. По причине того, что ожесточение конфликта митингующим еще можно как-то оправдать его бедственным положением и безысходностью. Чем же можно оправдать ожесточенное поведение к собственному населению властью? Ну, я не могу понять и не могу даже на сегодняшний день это каким-либо образом прокомментировать. Поэтому я считаю, что, безусловно, и Алексей Гончаренко, который вышел сегодня из партии регионов, также сказал о том, что власть несет большую ответственность. И у власти сегодня руки по локти в крови, поэтому он не остается в этой политической партии и в этой структуре власти. Я с ним абсолютно согласен. Есть у нас еще один звонок, Сергей. Если можно, давайте послушаем телезрителя, а затем обязательно я дам вам возможность ответить на мой вопрос. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Я согласен с вами, что Одесса толерантный город. Но хотелось бы напомнить господину Скорику про 1960 год. Когда город восстал, когда город убивал милицию, власть, и только советские войска смогли зайти в город и успокоить его. Так что ты, дорогой Скорик, не шутил городом. Может, повторится 1960 год, тогда ты уже никуда не денешься. Ну, это как раз вопрос, спасибо большое, это как раз вопрос об ответственности, об ответственности руководителей за принимаемые решения и за последствия этих решений. А теперь, что касается предыдущего вопроса, я бы просто хотел обратить внимание присутствующих, высказать свою мысль о том, что, в общем-то, был найден хрупкий компромисс после тяжелого противостояния. Мы начали уже разбираться баррикады, освободили все административные здания и на Западной Украине, и КМДА, и, в общем-то, выпустили всех арестованных. В общем-то, был хрупкий мир. И остался только лишь вопрос за одним. То есть, следующее требование оппозиции, это было в Верховной Раде принять решение о возврате Конституции 2004 года. Казалось бы, в чем возник конфликт? То есть, оппозиция выносит законопроект. То же большинство, которое есть, оно его просто проваливает. И, собственно говоря, переговоры, поскольку у них есть большинство, переговоры движутся дальше, в каком-то определенном русле. Вместо этого было что сделано? О оппозиции не стали принимать или регистрировать акт о возврате Конституции. Конституционный акт. Не стали регистрировать. Что это означает? То есть, с моей точки зрения, что большинство в Верховной Раде партии регионов уже не существует. И только лишь после того, когда президент осознал, что этот Конституционный акт будет проголосован, он дал команду рыбаку не принимать от оппозиции, не регистрировать от оппозиции этот акт и не выносить его на рассмотрение на повестку дня сессии Верховной Рады. Все это, как спичка, ну, ситуация же накаленная, там же не просто так все происходит. Плюс ко всему, малейшая провокация, и все, что мы видели, все произошло. Хотя это все решалось элементарно просто. Столько было сделано возможностей, чтобы этот мир каким-то образом сохранить и так далее. Что касается реакции международного и международного сообщества. Дело в том, что Украина в соответствии со своими международными договорами подписала очень много конвенций, хартий, договоров, законов. И в соответствии со статьей 9 Конституции Украины, она должна исполнять эти законы. Первое, что основное, это закон по правам человека, который Украина ратифицировала в 1997 году. И обязалась выполнять эти все законы в Украине. Они не выполняются. Поэтому, естественно, Европейский Совет, Ассамблея Европы, неоднократно говорила о том, чтобы Украина должна вернуться в правовое русло. Все страны, все руководители европейских стран говорили Украине. Если она взяла на себя эти обязательства и эту ответственность, она должна это выполнять. Вместо этого мы видим, Украина скатывается все дальше и дальше к диктатуре. Когда один человек принимает все решения, и ни суды, ни прокуратура, ни милиция, ни местной власти не могут ничего, ни Верховная Рада не могут сделать ничего, поскольку решение это принято одним человеком. И об этом говорит и Меркель, и Байден с Обамой, и прибалтийские руководители. Все говорят, что нужно что-то делать, нужно что-то менять. Даже та же Россия говорит, что вы приведите в нормальное поле пространства здесь, договоритесь, сделайте что-то. И что самое интересное и самое страшное, что у Украины нет национальных интересов. То есть Украина утратила свои национальные интересы. Все, кому не лень, решают все наши проблемы. Все абсолютно, весь мир решает наши проблемы. Уже Франция подключилась, скоро к нам подключится Зимбабве, с какими-то там еще Тогой или еще с кем-то. Решать наши проблемы Украины. Ну почему мы не можем внутри решить свои проблемы сами? Почему мы не можем за словом переговоров все эти договориться? Почему наш президент пугается всех вот этих вот законов, мнений, чаяний народа? Люди же вышли не просто так. Они же не просто захотели выйти себе, прогуляться на Крещадике. Их что-то оттолкнуло. Безусловно. Есть у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Будьте любезны, прокомментируйте вот такой случай. Я сегодня проезжал мимо санатория Горького. Смотрю два автобуса. Выходят оттуда спортивное телосложение в черных брюках таких, знаете, развалявшиеся. Ну как наши, знаете, бандюганы ходят. В развалочку, смеющиеся такие, веселые и все прочее. Оказывается, оттуда они вышли в санаторий Горького и поселились, то есть зашли в автобус. Ну я когда-то раньше работал в санаторий. Для того, чтобы поселить людей туда, это надо иметь специальное разрешение. Люди должны лечиться там, а заселили туда бандюган. И Скорик перед этим говорил, что мы, говорит, ограждаем, что там кто-то приедет с Запада, с Западной Украины, и будет нас там атаковать. А этих прислали, я уже потом выяснил, что это с Харькова пришли. И набомбили, как нас говорят в Одессе, наших же людей. Так где же там милиция? Спасибо за вопрос. Где-то там милиция, я не знаю. Да, мы комментировали эту ситуацию. Я еще раз хочу обратить внимание одесситов, что на это тратят колоссальные средства. Те средства, которые как раз недоплачивают пенсионерам. Те средства, которые недоплачивают бюджетникам. Те средства, на которые должны ремонтировать наши парадные. Те средства, на которые должен содержаться наш город и наша страна. Разве этого мы просили, стоя три месяца на Евромайдане? Совершенно нет. Но президент вместе с правительством по-своему интерпретирует просьбы митингующих. И вот этот вот дисбаланс понятий и пониманий вот как раз и приводит к уличным столкновениям. И только в тот момент, когда президент услышит народ, поймет то, чего требует сегодня население Украины. То только в тот момент можно будет говорить о каких-то конструктивных сдвигах в примирении между властью и собственным народом. Это же уникальное явление, где президент, олицетворяющий власть, борется с собственным народом и убивает и калечит тысячи людей. Я не знаю, бывает ли такое в других странах, кроме как тоталитарных и диктаторских. Я не могу забавить в этой ситуации, буквально реплика. Это есть не что иное, как показатель слияния власти и криминалитета. То есть нами, вот вы можете проследить, кто нами руководит. Если власть нанимает бандитов для того, чтобы они били мирных людей под прикрытием милиции, то это и есть криминальная олигархическая верхушка, которая правит страной. И это и есть лицо партии регионов. Это и есть партия регионов в таком проявлении. Я хотел бы еще вернуться к событиям прошлой ночи, если можно коротко, потому что у нас очень мало времени. Насколько мне известно, этой ночью активисты Одесского Евромайдана блокировали выезд в Киев одесских бойцов подразделения «Беркут». Что там происходило? Я понимаю, что заблокировать полностью не удалось. Все-таки прорвали эту блокаду, но задержать на какое-то время все-таки получилось. Я хочу сказать, что и активисты Евромайдана, и просто одесситы, которые увидели по телевидению то, что происходит непосредственно возле базы «Беркута» в Одессе, они пришли выразить свой протест и сказать о том, что они не хотят, чтобы правоохранительные органы ехали в Киев, убивать мирное население, разгонять Евромайдан. Поэтому мы вчера там видели сотни людей, которые действительно как могли, блокировали выезд автобусов, да, не получилось. И это было, ну, на самом деле это не равно сил, да, потому что правоохранители обмундированы и имеют спецсредства защиты по этой причине. Однако мы показали свою гражданскую позицию и показали мнение одесситов на те события, которые сегодня происходят в Киеве, да, и как ведут себя правоохранители. И еще одно событие этой ночи, которое произошло в Одессе, эти все события действительно тревожные, но вот то, что опять же произошло в самом центре города, это на улице Пушкинской, прошлой ночью было совершено нападение на офис партии «Батькивщина». Скорее всего, насколько мне известно, пытались поджечь это помещение, но вахтерша вроде как спугнула нападавших, да, и поджога не получилось. Но тем не менее, попытка была. Известны ли вам детали этого происшествия? Что там происходило? Детали неизвестны, там есть пять камер видеонаблюдения, надеюсь, что мы получим картинку, кто это сделал и как, и почему, собственно говоря. А в принципе могу только лишь ответить, что если бросают бутылку с зажигательной смесью в общественную приемную народного депутата, только лишь потому, что она принадлежит партии «Батькивщина», то куда уже дальше идти? Я так понимаю, что это событие, которое произошло в Киеве, где был подожжен офис партии регионов, ну, как бы не должен иметь никакой связи, допустим, с партией «Батькивщина» в Одессе. Если так происходит, то это просто-напросто опять-таки лицо власти, око за око, зуб за зуб, поэтому там побили, здесь побили, там убили, здесь убили, там подожгли, здесь подожгли, то есть вот это вот опять-таки, пускай каждый телезритель сам себе ответит на вопрос, что же у нас происходит и кто прав, кто виноват. А что касается предыдущего вопроса и попытки блокировать выезд в Берку, то могу только лишь одно сказать. В Одессе нас мало, в Одессе партия регионов считает, что это ее электорат, что вот здесь вот люди, которые вот сейчас смотрят, видят это самое, это электорат партии регионов, и они считают, что вот наши избиратели должны одобрять подобные действия. Но страшное в этом только лишь одно, что в Анафранковске, Львове, Тернополе в результате вот этих вот действий власти президента люди захватили и областные администрации, и здание ОВД, и здание СБУ, и расположение Беркута, и там уже, собственно говоря, Беркут, МВД, армия перешло на сторону народа, и теперь получается, что это будет противостояние, которое приведет к гражданской войне, потому что они вооружены, потому что они обучены, потому что они имеют те же навыки абсолютно, что и эти, и это просто-напросто результат неправильной, ошибочной политики, ошибочных решений президента Януковича. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, мы слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Подскажите мне такую вещь, конечно, я, как говорится, не был привержен к господину Януковичу, но мне интересно, вы так теперь хвалите господина Гончаренко. Скажите, а почему же он раньше не вышел в партию регионов? Значит, раньше было выгодно в ней быть. Спасибо за вопрос, но, наверное, лучше его, конечно, адресовать господину Гончаренко. Да, Гончаренко. Не знаю, сможете ли вы прокомментировать. Я хотел сказать тогда, что, вы знаете, все хитрые политики, Алексей Гончаренко таким является, всегда тянут до последнего. И вот эта ситуация, которая произошла сегодня, ну, действительно, он надеялся на то, что все-таки удастся каким-то образом урегулировать конфликт. Конечно, приятно, что все-таки его внутренний мир и его гражданское сознание победило над его меркантильными интересами. Поэтому, ну, мы никогда не ставим клеймо. Если человек осознал те ошибки, которые он сделал, и будет делать какие-либо другие посылы, да, можно сказать, так сейчас населению, то это очень приятно и отрадно, что в Одессе все-таки партия регионов начинает понимать, что вся политика идет не так, и что нужно что-то менять. Я бы единственное хотел добавить, значит, мы видим, что уже 6 депутатов фракции партии регионов вышли из фракции в Верховном Совете, что 72 депутата партии регионов и позафраксийных уже не собираются голосовать за те законопроекты, которые выносят партии регионов, которые являются антинародными. Мы видим, что ликвидированы фракции партии регионов на Западной Украине, и мы видим, что этот процесс пошел уже в восточных регионах, и очень-очень отрадно, что это происходит в Одессе. Это означает, что у людей проявляется самосознание, что люди, наши с вами соотечественники, члены партии регионов, которые видят, какие безобразия творит президент со своей олигархической верхушкой, какие решения принимают, понимая, что они не должны разделять эту ответственность. И я бы хотел призвать всех депутатов партии регионов задуматься над тем, что происходит в стране, и как к этому относиться, потому что всю ответственность вместе с президентом несете вы, и поэтому отвечать бы придется тоже вам. Спасибо, уважаемые господа, за эфир, за беседу. Время нашей программы подходит к концу. Мне остается только напомнить телезрителям вопрос нашего интерактивного голосования и дать ответы на него в процентном соотношении, так как проголосовали, конечно же, вы. Мы сегодня спрашивали, согласны ли вы с тем, что вчерашняя попытка зачистки Майдана – это борьба с терроризмом. 20% наших телезрителей считают, что да, но недостаточно решительное. 47% телезрителей ответили, что по террористам траур не объявляют, и 33% наших телезрителей считают, что нет. Это пример государственного террора. Спасибо большое вам за активное участие. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова